Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Не хочу начинать с плохой новости, но одна из величайших экологических катастроф нашего времени разворачивается сейчас у берегов Дании. Трубопровод Нордстрим, огромный газопровод, принадлежащий России, по которому природный газ идет из России в Европу, был поврежден. Прямо сейчас Северный поток-1 и Северный поток-2 выбрасывают миллионы кубометров природного газа в Балтийское море. На снимках с воздуха виден ядовитый пузырь шириной более полумили. Можно только догадываться, сколько морских животных погибает прямо сейчас. Бесчетное количество. Но необратимый ущерб может быть нанесен атмосфере. Природный газ на 90% состоит из метана. Метан, как говорит вам Джо Байден, ключевой фактор глобального потепления, которое представляет собой экзистенциальную угрозу для планеты. Если вас беспокоит изменение климата, то произошедшее Северным потоком как никогда приближает нас к апокалипсису. Итак, как это произошло? Оказывается, это не случайность. Одновременно с обнаружением утечек шведские официальные лица зафиксировали два мощных подводных взрыва, каждый из которых равен сотням килограммов в тротиловом эквиваленте. Ничто в природе не могло их вызвать. Почти сразу трубопроводы начали протекать в трех разных местах. И так есть только одно объяснение. Это был акт промышленного терроризма. Премьер-министру Польши это совершенно очевидно. И он, не теряя времени, сказал об этом. Смотрите. Сегодня мы также имеем дело с актом саботажа. Подробностей того, что произошло, мы пока не знаем. Но мы ясно видим, что это акт саботажа. Акт, который, вероятно, знаменует собой следующий этап эскалации ситуации, с которой мы столкнулись на Украине. Мы ясно видим, сказал он, что это был акт саботажа. Террористический акт. Ну да, мы это видим. Итак, вопрос, кто это сделал? И, конечно же, главный подозреваемый очевиден. Это тот же человек, который вызвал инфляцию в США и украл выборы 16-го года у Клинтон. Это Владимир Путин. В Вашингтон-Пост попало в точку. Путин, заявили они, превращает газопровод в оружие. По словам посла Канады в ООН, Владимир Путин решил использовать загрязнение как акт войны. Прогрессив Твиттер решительно поддержал этот вывод. Путин сделал это. И все логично. Пока вы не задумаетесь, хотя бы на мгновение. Владимир Путин может быть и зло, нам говорят, что он зло. Но глуп ли он? Наверное, не глуп. И все же, что очень странно, Владимиру Путину нужно быть болваном-самоубийцей, чтобы взорвать собственный энергопровод. Именно этого вы бы никогда не сделали. Газопроводы — основной источник вашей власти и богатства, и, что важнее всего, ваш рычаг воздействия на другие страны. Сейчас Европа нуждается в вашей энергии больше, чем когда-либо с приближением зимы. Если вы не можете доставить энергию, то таким странам, как Германия, не нужно обращать внимание на ваши желания. Вы находитесь в эпицентре войны, тотальной войны, поэтому вам нужны все возможные рычаги. В этих условиях какой вам смысл взрывать Северный поток 1 или 2? Не сейчас. Очевидно. На самом деле это настолько очевидно, что даже наш недалекий госсекретарь Тони Блинкен признал это. В саботаже Северного потока, сказал он, явно никто не заинтересован. Он прав. Но на самом деле только наполовину. Верно. Взрыв на Северном потоке не поможет Владимиру Путину. Он бы этого не сделал. Зачем ему это? Но это не значит, что другие страны не рассматривали такую возможность. Они могли, и мы знаем, что они рассматривали. Потому что одна из них заявила об этом публично. В феврале, менее чем за три недели до начала украинского конфликта, Джо Байден предположил на камеру, что может вывести из строя эти трубопроводы. Смотрите. Если Россия вторгнется, то есть, если танки и войска пересекут границу Украины, снова, тогда... Тогда не будет... Тогда не будет Северного потока-2. Мы покончим с ним. Но... Как вы... Как именно вы это сделаете? Поскольку проект и контроль над проектом осуществляет Германия. Сделаем. Я обещаю вам, мы сможем это сделать. Обратите внимание на его формулировку. Он не произносит случайных слов, особенно когда читает подсказки. Он не сказал, я приостановлю поставки газа из России в Германию. Он сказал, что Северного потока-2 не будет. Мы покончим с ним. Взорвем. Как вы это сделаете? Спросили его. Я обещаю вам, что мы сможем это сделать. Они обдумали это. И все же те, кто смотрел, в том числе и мы, не восприняли слова Байдена всерьез. Этот президент объявил изменение климата самой серьезной и чрезвычайной ситуацией в мировой истории. Это человек, который читает вам лекции о вреде дровяной печи или вождении внедорожника из-за вредных выбросов. Это парень, который потратил миллиарды в борьбе с метеоризмом коров из-за метана. Неужели этот парень взорвет трубопровод посреди Балтийского моря? Это было трудно представить. Это было бы невообразимо безрассудно. Так делают, только если хотят начать ядерную войну. Это было бы безумием. И все же, сейчас очевидно, что они думали об этом, потому что Джо Байден не единственный, кто это предложил. Тория Нуланд сказала почти то же самое. Нуланд всю жизнь поддерживает войны. Она работала над вторжением в Ирак, так и не извинилась, продолжила в том же духе. Она помогла организовать переворот и свергнуть украинское правительство. Ясно, что она способна на что угодно. Но экологический терроризм? Даже для Нуланд это казалось слишком экстремальным. И все же вот она в январе. Что касается Северного потока-2, мы продолжаем вести открытый диалог с нашими немецкими союзниками. И сегодня я хочу четко сказать вам, если Россия вторгнется в Украину, Северный поток-2 будет остановлен тем или иным способом. Так или иначе, мы остановим Северный поток. Эти слова леденят кровь 8 месяцев спустя, когда природный газ хлынул в Балтейское море и попал в атмосферу. Итак, могла ли администрация Байдена сделать что-то подобное? Мы не можем сказать наверняка, мы не знаем наверняка. Но близкие союзники Белого дома считают, что они действительно это сделали. Радослав Сикорский и польский политик, глава делегации ЕС США в Европейском парламенте, не случайный человек. Он также является мужем журналистки The Atlantic, Энн Эпплбаум. Сикорский настолько близок к Джо Байдену, что выложил в Твиттере их совместную фотографию. И так, когда взорвались трубопроводы, вот что написал Сикорский. Спасибо, США. Итак, еще раз, действительно ли администрация Байдена это сделала? В это трудно поверить. Учитывая, что это злодеяние, фактически теракт, мы не хотим выдвигать такое обвинение. Но мы должны вам сказать, что, возможно, не случайно, был открыт совершенно новый трубопровод, по которому транспортируется уже не российский природный газ примерно в те же районы. Он называется Балтийская труба. Его открыли в Польше. Он будет транспортировать природный газ из Норвегии через Данию в Польшу и другие близлежащие страны. И, скорее всего, проект будет успешным, поскольку сейчас у него меньше конкурентов. Улавливаете? Что по этому поводу говорит Белый дом? Как они объясняют произошедшее? Ну, не то, чтобы они энергично отрицают свою причастность, вместо этого они смотрят на плюсы. Вот пресс-секретарь президента отмечает, что разрушение очередного энергоподвода это еще одна возможность для вас купить электромобиль. Как вы знаете, трубопроводы не качали газ в Европу в это время. Северный поток-2 не был запущен. Северный поток-1 не работает уже несколько недель, потому что Путин использует энергию в качестве оружия. И мы уже много раз говорили об этом. Это еще раз подчеркивает важность наших совместных усилий по обеспечению альтернативных поставок газа в Европу и поддержке усилий по сокращению потребления газа и ускорению достижения подлинной энергетической независимости путем перехода к экологически чистой энергии. О-о-о, переход к чистой энергии, говорят люди, которые вполне могут нести ответственность за выброс метана в Балтийское море и атмосферу в масштабах, которые трудно себе представить. Люди, читающие вам лекции о внедорожниках, возможно, взорвали газопровод и вызвали одну из величайших катастроф нашего времени по своему воздействию на окружающую среду. Если они это сделали, это один из самых безумных и разрушительных поступков американской администрации за всю историю. Но это полностью согласуется с тем, что они делают. Что они делают, они разрушают. Эти люди ничего не построили. Ничего. Вместо этого они сносят и оскверняют исторические статуи, Конституцию и энергетическую инфраструктуру. И никто в Конгрессе не пытается этому помешать. Они просто готовятся к неизбежным последствиям. Сенат выдвинул законопроект о выделении 35 миллионов долларов на цитата «подготовку и реагирование на потенциальные ядерные и радиологические инциденты на Украине». Что? Законопроект о расходах также увеличивает общие расходы США на Украину, военный конфликт, а также финансирование ее правительства и энергетики до 67 миллиардов долларов на пороге того, что может стать серьезным экономическим потрясением для нашей экономики. 67 миллиардов долларов. Сколько это? Что ж это больше, чем весь военный бюджет России в прошлом году? И ожидается, что Конгресс полностью примет законопроект, а республиканцы будут кивать, как зомби. Каковы последствия? Каждое действие рождает противодействие, равносильное и противоположное. Взорвать трубопроводы Нордстрим? Хорошо. Мы вступили в новую фазу, в которой находимся в состоянии прямой войны с крупнейшей ядерной державой мира. Это не подразумевает немедленной ядерной войны, но последствия возможны. Если мы действительно взорвали трубопроводы, почему бы России не перерезать подводные интернет-кабели? Что будет, если они это сделают? Что произойдет, если банки в Лондоне потеряют связь с банками в Нью-Йорке? Это только малая часть. Не считая потенциального воздействия на энергосистему, но допустим, что банки не могут общаться друг с другом в течение одного дня. Каким будет экономический ущерб? По цепочке это придет в ваш дом. У нас может случиться настоящий коллапс. Мы можем очень быстро оказаться в условиях третьего мира. Таковы ставки. Подумали ли об этом такие гении, как Ториа Нуланд? Может быть, и подумали. Может быть, в этом весь смысл. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok